Дело еще ничего не доказывает, а слово – все. Мне только этого человека и мужа, и любил. И больше ничего. Пусть потом как угодно не любит, что угодно делает, я делам не поверю. Для учащейся второй школы Черкеска Дианы Солсановой это третья попытка взойти на Олимп пока регионального этапа международного конкурса «Живая классика». Первые были не столь успешными, но Диана с каждым годом старается совершенствовать свои умения. Ее выступление со сцены 17-й городской гимназии не оставило равнодушными никого из слушателей. Я выбрала именно этот монолог, именно это произведение, потому что мне близко содержание этого монолога. В действительности слово, оно имеет значение, оно имеет вес не только дела, но и слова должны быть в действиях человека. Я читаю, я должна проникнуть в этот текст. И я хочу, чтобы все это поняли так, как поняла я, чтобы каждый прочувствовал это и воспринял так, как надо. За 9 лет своего существования конкурс открыл немало талантливых ребят, которые не просто принимают участие в «Живой классике», но и показывают членам жюри, что прозаические произведения действительно живы и пользуются популярностью у подрастающего поколения. Сегодня смотрю, что они выбирают вот с каждым годом все сложнее и сложнее произведения. Я понимаю, что вот наши местные авторы проходят конкурсы и на национальных языках, и для наших местных авторов, и на русском языке. Но сейчас они берут такие сложные произведения, что никакой актер, даже не сравнится с ними, актер, который имеет за спиной высшее образование театральных вузов, очень талантливые дети. В этот день книжные персонажи как бы оживали на школьной сцене. Каждый конкурсант должен был убедить жюри, что со страницы шли сами герои литературных произведений с их переживаниями, мечтами. Грамотная речь, артистизм, глубина понимания – все это являлось необходимыми составляющими конечного успеха. Трое лучших из более чем 50 участников городского этапа позднее выступят на региональном уровне. Затем в Артеке их ожидает еще один предпоследний барьер на пути к определению лучших чтецов России. Те, в свою очередь, получат возможность выступить в финальном этапе на Красной площади. Артур Мехцей, Андрей Дорошенко. Итоги недели.